На ваше мнение, вот, строительство храма будет на территории Дома культуры, у вас такая красивая малышка, наверное, скоро пойдет на какой-нибудь кружок? Ну, конечно, пойдет. Вы уже планируете в какой? Ну, еще нет, пожелания. Ну, вдруг она вам уже показала свои желания. Еще пока не показала, но ребенок должен развиваться где-то. Ну, и ваше мнение, если это будет такое близкое соседство? В принципе, оно ничего не делает, но я против. От того, что там будет. Ну, а что там будет, в смысле, на ваш взгляд? От того, что... Если там полностью будет церковь, то это, я считаю, для очереди. Забирается территория, и детские кружки, соответственно... Ай, что, не больно? И, соответственно, забирается территория, и детским кружкам больно. И дети, они не будут ходить. Ну, там планировался и когда-то был, если вы помните, городок-светофор. Еще в нашем детстве. Ну, вот на этой территории светофора хотят поставить. То есть у детей забирается эта территория. Пять тысяч квадратных метров. Конечно, приятно. Это также и кружки, и просто этот пак небольшой. Дети в них не играть. Еще одна территория какая-то. Просто забирается. И учиться дорожному движению тоже будет негде. Да, у вас с вашей дочерью только играть в догонялки. Папе не посидеть. А ваше мнение можно узнать, простите? Да, я тоже против. Я считаю, и так очень мало количества кружков. Тем более, если такие здания, я считаю, областного, наверное, и районного масштаба забираются, все это очень плохо. Церковь и так достаточно. А коррумпированных чиновников, которые делают эти решения, как в нашей стране сейчас делается, и достаточно. Ну, сам Дом культуры остается, он становится корабельным. Территория светофорчика, да. Мне кажется, достаточно церкви и так на наш район. А если еще ущерб какой-то территории, который можно использовать для детей, я против тоже. А много мест, где вы гуляете с детьми? Конечно, мало площадок. Если тем более еще вот такими способами будет забираться еще дополнительно какие-то дома культуры, там территории прилегающие к ним. Это еще хуже усугубит. А вот из своей молодости вы помните, может быть, тоже ходили в Дома культуры, какие-то кружки, вот что? Да, и сейчас, конечно, к сожалению, не так много, но тем не менее какие-то сохранились, поэтому пусть лучше хотя бы то количество сохранится, чем вообще, и будет еще меньше. И, соответственно, чем-то надо будет детям заниматься. в подворотнях курить, пить, и не знаю, зачем заниматься, лучше поживать. Они существуют, и кружки, и дети занимаются чем-то полезно. А вы сами когда-то вам удалось побывать в городке светофор, но когда были вот детьми, нет? Нет, не удалось? Я не помню. Да? Там были машинки, там и разметка до сих пор. Да, помню, машинки были, помню, да. То есть вам удалось побывать там? То есть я помню, да, помню, да. Да, помню, было. И какие остались воспоминания? Положительные. Положительные, конечно, положительные. То есть, когда работало, это, во-первых, развивало детей. Кто принимает это решение? Николаевский гурсовет. А, гурсовет. Нет? Привет не передавайте. Ну, завтра сессия. Понятно. Просто по моей логике, если строить церковь, то церковь строят не просто так, потому что где-то в уме себе закладывают, что это, соответственно, будут какие-то денежные потоки, которые будут, соответственно, отстегиваться, не знаю, там, фоншоры, отлупиться. Если, тем более, как говорилось раньше, я выждала, что церковь, она отдельная от государства. Вот это выделяется территория какая-то, но прямо загорается, можно сказать, детская площадка, тоже площадка, парк со всей этой разметкой. Это тоже не есть хорошо. А церковь какого будет патриархата? Российского или Пьевского? Может, еще Российского? Или Йоговичного. Или еще свидетели Йоговы, это вообще будет отбить. Это как-то в Крыльхиво. Потому что, тем более, вывезли Йоговы. А, ша! Тем более, секта, опять же. Тем более, секта. Не понятно. Держать. Мы рано достаточно.